Вообще, я считаю, что люди многие не добиваются своих целей, потому что они ставят какие-то незначительные цели, слишком такие приземленные или заниженные, которые их там не зажигают. Действительно, если подумать, то вот люди часто ставят цели, не знаю, там раз в год, вот в конце года подвел итоги, и на год, там на три написал какие-то цены. Но если от этого зависит твоя жизнь, ну от твоих хотелок, да, чего-то хочешь, и чтобы тебе это там мотивировало, зажигало, либо был какой-то фокус, да, на действие, или там перед работой, допустим, себя замотивировать, то лучше этому побольше внимания уделить, и в идеале, конечно, я сам к этому стремлюсь, чтобы их записывать, конечно, каждый день, чтобы можно было фокусироваться. И второе, какие-то большие цели, которые бы вас зажигали, не такие приземленные, чтобы чуть-чуть растянуться, потому что, ну что это за цели, если ты их закроешь и все, а то, что что-то большое, к чему вы будете стремиться, будет вас зажигать в долгой перспективе. Поэтому, если цели какие-то маленькие, они, скорее всего, не будут зажигать, либо просто о них забудешь и все, не сможешь даже вспомнить, там, через три месяца что-то писал. Поэтому в идеале держать под рукой какой-то блокнот, может, утром или вечером их записывать, либо, например, писать с формулировкой, что я их уже достиг, то есть из серии, у меня там, допустим, двое детей, или я там работаю на свое дело, да, могу дистанционно контролировать из любой точки мира, или там, я езжу там на машине Land Rover. Ну, то есть, так, будто ты уже этим пользуешься. Это как бы в мозгу дает такой импульс, не то, что как бы неощутимо, а то, что ты уже начинаешь представлять картину. Ну, еще важно, в цели должна быть причина, ради чего вы будете преодолевать какие-то сопротивления, барьеры, ради чего вы будете действовать. Ну, и когда вы ставите какие-то краткосрочные маленькие цели, важно определить, зачем, для чего вы их делаете, и потом связать их с какой-то большой целью, с глобальной, чтобы эти цели работали в связке. Ну, и важный момент, когда вы будете ставить цели, надо понимать, что вы всех обучали в каких-то рамках, границах, что есть какое-то ограничение. На самом деле, лучше себя недооценивать, и в том плане, что не ограничиваться какими-то рамками. Во-первых, это ставить цели для себя. Во-вторых, вот этот успех, он никак не ограничен. Вы можете любые цели описать. В-третьих, вы сами не знаете, какой у вас потенциал. Если вы, не знаю, хотите какую-то машину конкретно марки, наверное, вы бы ее не хотели, если бы не могли там заработать. Словно, вот нет же у вас мысли, не знаю, я хочу стать президентом. Если бы было такое в голове, возможно, это было бы достижимо. А если у вас такой мысли вообще не появляется, ну, значит, вы об этом не думаете. Поэтому то, что вот у вас в голове, можно написать любые цели. Ну и какая бы цель ни была, большая или маленькая, в любом случае придется что-то делать, потрудиться ради нее, а не просто писать ради записи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова